Снимаем крышечку. Крышка легко тут снимается. Лопаткой подковыриваем. Тут чехол надет. Чехол сейчас сразу. А, сим-держатель. Не забываем вытащить. Сим-латок вернее. Так, сейчас достаем. Все достаем. Так, подковыриваем. Туговато как-то она идет, но... Но это не проблема крышка. Так, отстегиваем верхушку. Так, сейчас. Что-то где-то держит. Где-то что-то держит. О, все. Крышку сняли. Крышку сняли. Так. Где наш динамик? Вот он. Смотрим. Сразу низ открываем. Нижний чехол. Здесь даже пломбочка стоит. Ни разу телефон не вскрывался. То есть с магазина ни разу не вскрывался. Да? Сверху у него пломбы нет. Шесть болтиков открутили. Конструкция наипростейшая. Достаем. У них, кстати, обычно вот конструкцию я помню эту. У них шлейфа вот эти. Где-то вот в этом месте тут отрывается. В месте пайки, где идет шлейф, подходит к плате. Сейчас динамик проверяем. Включаю тестер. На пищалку, на прозвонку. Проверяем динамик. Ну, шесть он показывает. Все. Динамик, возможно, целый. Бывает, что звонится динамик, но где-то у него обрыв. И в момент, когда у него идет аудиосигнал, он просто его не проигрывает из-за того, что определенная сила тока поступает и пропадает контакт. Так, сейчас я посмотрю микроскоп. Смотрел микроскоп, но ничего там не увидел. Никаких трещинок на шлейфике, в месте пайки, ничего. Сейчас опять поставил на прозвонку. У нас он и стоял тестер. Так, прозваниваем вот здесь. Вот две катушечки стоят. Сейчас я увеличу. Так, вроде бы как все звонится, но не работает. Телефон я не выключал. Сейчас прикрутим динамик пару балтиков, чтобы держал. Так, один прикрутим здесь, и один по центру внизу. И один вот этот до конца затягиваем. Сейчас пробуем звук включать. Ну-ка, есть, появился звук, да? Есть, звук у нас появился. Вот мы протерли контактики, и звук появился. Но еще, на всякий случай, надо внимательно проверить шлейф, потому что звук может все равно пропасть. Вот сейчас я сделаю фото. Вместе, в самом месте, где шлейф подходит к припаивающимся контактам платы, вот в месте пайки шлейфа, и где сам лакированный шлейф, вот именно в этом месте микротрещины шлейф изламываются. Там надо зачистить, и пропаять хорошенько. Сейчас мы это сделаем. Так, вот все, пропаяли. Шлейфик. Все, контакты почистили. Но тут я вам сразу однозначно не могу сказать, то ли из-за окислившихся контактов не было звука, то ли из-за микротрещины возможной, которая была здесь, в корне, где шлейф припаивается к оплатке. Но это мы на всякий случай подпаяли. Может быть, просто были окисленные контакты. Сейчас соберем и проверим. То я уже припаивал на всякий случай. Уже были такие подобные аппараты. И именно проблема была в этом шлейфике. который идет от динамика маленький. Вот как раз в нем были микротрещинки в месте пайки. И уже не один такой был. в нашем случае это скорее всего просто у динамика контакт плохой. Окислившийся. Так. Все. А хотя крышку не заставить. Все. Включаем звук. Отлично. Звук появился. Ну все. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Кому помогло ставьте лайки. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok